здравствуйте дорогие друзья с вами ирина и канал цветочность симфония разбираюсь в коробочке смотрю что мне где укоренилась и хочу немножко вам показать думаю ну что ж не поделиться то а то обычно спрашивают покажите результат того 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 ну вот я начал открывать коробки думаю стоп надо все-таки показать это недолго ну вот смотрите я переукореняла новые делала горшочки и записи например большой большой куст я его порезала вот число 20 1123 сегодня 5 декабря то есть получается грубо говоря две недели правильно так сейчас попробую я в левую и держу камеру чтоб удобнее было вот эти корешки они наверху и внизу и в грунте все нормально можно доставать вот здесь посажены три хорошие три-четыре детки да ну как детки не детки вернее усики я порезала вот и втекнула воткнула и воткнула грунт все поставила в парничок под лампу мне так проще так быстрее я поставила две-три недели я забыла про них все мне некогда ими заниматься там стопроцентное упоренение грунт слегка слегка влажный или можно капельно полить немножко все не перевлажняйте видите вот все там корешки видно все хорошо здесь поменьше если вам некогда особо поливать или боитесь да потому что корневая там очень маленькая слабенько оставьте щепорнички не доставайте не спешите не обязательно например вот что это у нас так от струбика 20 11 23 вот ну здесь хорошие крепкие усы посажены были большие вот как вариант ведь даже вот наверху из узелка там где верхушечка где деточка пасынок идет цветочка выходят вот в тех местах обычно корешки появляются здесь вариантов поменьше усики я сажала видите пусть посидит сейчас покажу еще из других коробочек так вот вот все в один день посажены видите ус просто висел видите весь корнях его можно кстати тоже вот он не нужно вот так чтоб висел его сейчас можно отрезать и посадить будет новая детка корневая супер до грунт для фитильного полива что потом можно было поставить их на фитильный полив по крайней мере крупные эти будут стоять на матах на стеллаже ну во первых у меня продажи где круглый год то есть и сейчас в девочки у меня спрашивают интересуются завтра ко мне приедут записи цены например поэтому не нужны постоянно детки они все любят усами приобретать потому что ну бояться не умеет не знают как надежнее купить готова да не всегда усы есть вот например сейчас идет омоложение кустов поэтому особо это и нет в основном или детка или на весну если какие-то определенные сорта нужны вот смотрите следующая коробочка она у меня стояла вот так на стеллаже там в два ряда у меня 60 сантиметров стеллаж и получается вот приблизительно вот здесь лампа идет одна лампа наверху сейчас покажу как это выглядит вот видите одна лампа наверху вот и там в два ряда коробки поэтому вот та которая подальше от лампы там больше конденсата здесь он как бы подсыхает и следующий раз я просто их разворачиваю или как я еще делаю вот я снимаю крышку так воду можно вот так слить вот сюда в грунт например все таки я люблю вот так взять вытереть поменьше чтобы выдавать посмотрим что здесь а вот у меня на укоренение вот акварелька видите тоже чтобы она не не выскакивала как я показал с фиалочками то же самое я вот такими кофейными размешивателями прижала вот маленькие видите усики я настригла много маленьких мелких усиков большие все продались например а веселье у меня такие как мы иногда говорим на как сопли вот все маленькое берешь вот так вот и вот так нарезаешь и много-много можно воткнуть и будет нам счастье потом будет пушистый красивый куст вот уже покрупнее все хорошо это двусоточка сразу садила крепко уж большой поэтому ему отлично 200 грамм вот я доставалась другой коробки тоже 20 числа посажена была сиреневый вечер есть к так сейчас я сфокусироваться а вот они не видны вот видите корни хорошие какие когда я достаю из парничка сразу там кажется грунт влажный но они у вас или подсохнут как бы на свежем воздухе подгорят листочки или повянут сразу берете ну вот я делаю вот так взяла через камеру и вот так слегка полила то есть дополнительно еще немножко полью все и вот этого полива хватит дня на два на три смело то есть ничего не случится с деткой вот сюда я их ставлю достаю что-то продается уходит что-то новое достается из контейнера вот несколько дней назад доставала все красивые новые головы поукореняла вот видите 200 грамм все в корнях можно уже смело пересаживать побольше горшочек нико масленица это новинка у меня голову снимала а пенек оставила потому что ну подвыть и нас немножко я решила ее омолодить такое красиво интересное вот например красиво это что у нас не корика и лань очень нравится красота в этом году я много приобретали ну вот рекламе тем при камне например ведь вот все обновленное видите какие красивые уже усы пустили все можно ставить на фитильный полив ну или на матах кому как на матах мне сложнее потому что вниз я боюсь заливаю стоит у меня гибиску слиполезный вниз заливаю а сверху не успеваешь поливать так ну вот здесь немножко то вчера тоже опять перебирала подоставала вот вчера я доставала из контейнера новые свежие кусты омоложенные также чуть-чуть пролила и все нормально и все хорошо вот а вот этот например вот эту детку еще какие-то я доставала и я забыла полить вот и они мне верхушки короче вялые сухие стали пришлось вот по убирать по выщипывать видите выщипнула верхушку потому что забыла вот сюда полить это как бы мой опыт я к этому пришла что когда достаешь на а сразу вот сюда полить немножко вот вчера достала свои акварельки усики укоренял укоренились мгновенно тоже но две недели это это уже прям вот шикардос как говорится а так через неделю можно доставать чтобы спокойнее будут через две недели лучше все они меня укоренили все хорошо все попозже я их или пересажу ли на фитильную поставлю посмотрю как буду делать вот и здесь у меня видите уже немножко больше порядка по пересаживал новые кусты растут все помыто все чистенько акварельками еще не занималась до них очередь не дошла а вот такие сорта сейчас мы сфокусируемся вот они не красивые какие попозже время будет я просмотрю везде чтоб название были вот такие кофейные палочки меня подписаны чтобы стояли везде хочу немножко вместо дислокацию поменять стеллаж стеллаж другой поставить но посмотрю потому что знаете как в тетрис играешься одно за другой цепляется чтобы это поставить нужно там переставить оттуда нужно переставить другое место оттуда что-то сделать еще переставить другое место и то есть когда нужно что-то поставить на одну полку то перед этим нужно 10 полок подвинуть что-то переделать переставить ну плана много громадью как всегда вот как бы сказать прошлогодний куст конечно он резался но тем не менее у меня таких сортов такого вас сорта несколько кустов было поэтому этот сорт я больше для кустик больше жалела и у меня такой красивый остался его я перекоренять не буду а такой же другой весь изрезанный я уже переукоренила то есть стараюсь это делать круглый год и так как у меня большая коллекция писцей и востребованность востребованность большая в усах в детках то есть постоянное движение круглый год идет особенно начиная с весны прям хорошо и писты и нравится они легкие удобные красивые растения поэтому их хорошо приобретают и именно поэтому я постоянно их черенков и постоянно их пересаживаю ну как пересаживать из большой куст вот например когда он страшненький станут но вот так даже вот такой кузда он час обрастает вот такой пересаживать нет смысла лучше посадить новый сыс и обновиться новая корневая система будет свежая а вот когда детка вот я показывал из 200 граммов а тогда да можно пересадить перевалить больше это будет классно это что у нас изумрудный берег резко офигенно красиво все здесь лить несколько голов немножко резала но вот нижние усы я обрезала и оставила красиво головы дальше будем наращиваться здесь лампа могу показать вот совсем видите бледно-бледно ну вам не очень видно но темно здесь две лампы но не старый пока не трогаю и писем хватает освещение а если сильно сильно яркую лампу цвет может меняться не забывайте что на них может напасть клещ которого вы не видите но если вам не нравится цвет своей песке то есть как будто знаете пылью припорошена какая-то она не такая какая-то вы знаете вот вот не нравится вам ну вот но некрасиво не получаете в одни удовольствия все это значит сил клещ самое лучшее средство которое помогает ну в принципе самое такое доступное везде но есть и она каким-то еще стимулирующим действием обладает это фитоверм то сделайте 3 обработки то есть опрыскать тут самое главное вот такие вот эти серединки пробрызгать и пробрызгать серединке усиков то есть когда вы обрабатывать от клеща и писцы бегонии вот у них самое важное именно серединке он там сидит этот клещ которого вы не видите он настолько маленький вы его не заметите поэтому можете для профилактики иногда потому что фитоверм он обладает каким-то там супер-пупер действием уже все это поняли так ну какие еще показать сейчас еще полезу в другое место вот здесь я еще обновила все переставила забрала те которые были обрезаны поставила новые молодые кусты они уже дают у меня хорошо диеток здесь будет свет от окна также но как бы сказать солнце вот так прямо у меня будет зимой вообще за домом прячется а летом вот там 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 дальше 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 запад и получается здесь они не будут у меня гореть вот прямо ленки все помыто все что нужно почеренкована сделано пока вот так потом они мне приедут на другой стеллаж чуть позже пока просто перевела все в порядок все чистенько красивенько потому что к сожалению вода все равно быстро зеленеет ничего не помогает это зависит от освещение от света чем больше цвета тем больше зелени вы такие красивые писцы важно все это конечно привести в порядок что было красивая здоровая все подписано по сортам это конечно же обязательно вот друзья есть еще один контейнер я сняла видите то же самое сейчас мы конденсат можно просто вот так слить коробку ничего страшного убираем и смотрим что у нас тут так это посажено чуть позже видно видите они еще как бы такие как будто корнями еще там сказать корички еще как будто или не пустили или слабенькие все-таки листики чуть-чуть вяленькие а можно посмотреть вот хотя вот видите же корни есть не число написала ну приблизительно все вот я тогда два-три дня в подряд делает двадцатых числах короче все посажены были вот за все маленькие зато потом будут огромный пушистый красивый куст вот например смотрите вчера достала вот красивый куст это какой у нас дегас до 20 числа тоже видите три детки потом будет пушистик красивый так что не бойтесь не бойтесь их сажать черенковать все получается легко главное не переливать вот самое главное для растения чтобы вы их не переливали чуть-чуть полили влажный грунт все накрыли теплое место и под наше солнышко вот это я сейчас вытру не люблю это или можно вот так сделать что подсохло но это завтра нужно лезть опять накрывать по-другому поэтому я сегодня просто вытру вот так тряпкой так и убираю вон туда под лампу такая будет у меня крыста так что все друзья на этом буду заканчивать такой свое спонтанное короткое видео надеюсь подсказала помогла да у меня здесь бумажки такие висят я подписываю как такого числа я поливала очень удобно это я давно уже в себе выработала мне нравится тут вот рядом вот такие красотки стоят пока они небольшие он даже цвели чуть позже и на буду заниматься вот пенечки где голову бывает голова так и наклоняется сильно я обрезала там должны пойти детки если не пойду я выкину значит там уже были и кстати мне как-то спрашивали по сортам которые как-то я приобретала и были неудачные два сорта маленькие маленькие вот верхушечки стали живые ну вот одна один из сортов тех но представляете сколько времени пришло больше полгода чтобы вырастить вытянуть то есть какие-то уже огромными у меня кустищами а какие-то вот совсем они пусеньким они пусенькие такие вот такие маленькие детки то есть я смогла спасти все сорта поэтому не бойтесь с и писами легко не переувлажнять через парничок можно пакетом накрывать как угодно и все у вас получится тренируйтесь это же такая красота у меня есть покупатели которые рассказывают о своих историях с и писками и у некоторых асотописцы огромные кусты когда их не резать вот это длинная плеть ампельное же растение игорь по три года уже растут и по три метра длиной вы представляете какая эта красота поэтому я видела такие писцы просто у меня другой вариант я же продаю поэтому у меня к сожалению не могу себе вырастить такую большую да и не могу себе позволить вырастить такую большую потому что сортов большого количества где-то под 150 наверно только одних и писцы представляете где и таких горшков сколько держать полумейка зацвела вот такая красота все друзья на этом буду заканчивать кому понравилось ставьте лайки всегда приятно пишите комментарии пишите о своем опыте рассказывайте как вы дружите с такими растениями как у вас получается они кстати хорошо цветут особенно начинается вот март месяц это просто просто все красное желтое синие цветами сложнее с белыми белые синие цветут не так часто самое тяжелое добиться цветения это от тех сортов которые природники которые цветут синие такие голубыми цветами но из трех сортов два сорта у меня цветут 3 ни разу в жизни не цвел это эмерилд вельвета ну там красивые листья я его кстати показывал вот этот сорт сейчас я опущусь вот этот сорт у меня ни разу не цвел а соколадный велюр и блунил сининил они цветут у меня периодически ну там нарастить огромный куст нужно сначала там еще кучу условий только потом он у вас зацветет но об этом можно почитать в интернете все друзья на этом буду заканчивать с вами была ирина и канал цветочная симфония подписывайтесь кто еще не подписан будет очень много интересного впереди всем пока